МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Сгубила доверчивость. Жительница города отдала телефонным мошенникам 250 тысяч рублей. Чтобы быть здоровым, в стране введена диспансеризация населения. И больше негде фотографироваться. В Ноябрьске снесли специально предназначенный для этого знак. Сегодня ночью в самострое горел дом. Сообщение о возгорании на центральный пункт пожарной связи поступило в 2 часа 40 минут. Горел жилой деревянный одноэтажный дом с мансардным этажом на улице Ясной. На месте происшествия огнеборцы были уже через 6 минут. К их приезду наблюдалось открытое горение кровли дома и рядом стоящего деревянного бесхозного строения. В тушении участвовал личный состав 2-го ОФПС. 9 единиц пожарной техники и 1 автомобиль Ямал-Спаса. В итоге пожар потушили через 40 минут. Материальных ценностей огнеборцами спасено на сумму 2 миллиона рублей. Ущерб, причина происшествия и виновное лицо устанавливаются. Тем временем на Ямале продолжают бушевать пожары. Для борьбы с огнем на помощь округу прибудут иногородние специалисты. Напомню, по данным регионального пункта диспетчерского управления Ямал-Спаса, на сегодняшний день на территории автономного округа действует 32 природных пожара. На площади 560 гектаров. Для усиления команды по борьбе с огнем на Ямал из Тюмени уже прибыла поддержка. 50 десантников с противопожарной техникой. Кроме того, ожидается приезд полсотни огнеборцев из Екатеринбурга. Всего же в тушении лесных пожаров на Ямале задействовано более 500 специалистов. Из-за сложной обстановки в регионе запланировано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС под председательством замгубернатора Ямала Алексея Булаева. В Ноябрьске зафиксирован очередной факт телефонного мошенничества. Причем на этот раз жительница города самовольно распрощалась с внушительной суммой денег. Так руководителю одного из предприятий города позвонил злоумышленник и сообщил, что ее муж, который в это время находился в командировке в Москве, совершил ДТП. Женщина решила, что супруг в столице набедокурил и, видимо, впав в ступор, пошла к ближайшему банкомату и перечислила 250 тысяч рублей на указанный преступниками счет. К сожалению, позвонить мужу и проверить факты дама догадалась только после того, как распрощалась с купюрами. По факту мошенничества заведено уголовное дело. А сотрудники полиции еще раз обращаются к ноябрьцам с просьбой быть благоразумными. Не поддаваться на уловки аферистов и ни в коем случае не переводить деньги, не разобравшись в ситуации. К ремонту КСК «Ямал» приступят осенью. Правда, коснется он только спортивного блока учреждения. Об этом в нашей программе рассказал руководитель дирекции муниципального заказа Александр Горбань. Здесь планируют провести косметический ремонт внутри и обновить входную группу снаружи, а также привести в порядок фасад. В ближайшее время будет объявлен тендер на проведение этих работ и определен подрядчик. А вот спорткомплекс в 9-м микрорайоне в полуразобранном виде, судя по всему, простоит еще долго. Дело в том, что тендер на его реконструкцию планировали разыграть летом, но сроки торгов были сдвинуты на осень. Поэтому, когда конкретно здесь приступят к работам, пока неизвестно. В России появится система мониторинга интеравирусных инфекций. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Интеравирусы не относятся к числу особо опасных инфекций. После заражения прогноз, как правило, благоприятный. Полное выздоровление, если помощь оказана вовремя и правильно. Возможно, поэтому до недавнего времени эпидемиологи и не пытались их отслеживать. Системы мониторинга, в отличие от того же гриппа, у нас нет. Теперь, после того, как грянул гром, она все же появится. Сложность еще и в том, что разновидности вируса масса, их более 70. Впрочем, большинству мало интересно, откуда пришел к нам вирус. Важно знать, какова угроза заразиться и как от нее уберечься. Уровень заболеваемости интеравирусной инфекции в этом году по сравнению с прошлым вырос в два раза. Речь идет почти о тысяче заболевших. В основном это дети. В нескольких тяжелых случаях, когда интеравирус вызвал сирозный менингит, спасти пациентов не удалось. Добавлю, в ноябрьский пока ни одного случая заболевания менингитом выявлено не было. Но наши медики уже во всеоружии. В ЦГБ создан запас необходимых лекарств. Ведь расслабляться, как говорят сами, врачи не стоит. Скоро в ноябрьск начнут возвращаться отпускники, а значит, могут привести в город и болезнь. С этого года в России введена обязательно диспансеризация населения. Она направлена на выявление уже имеющихся заболеваний у граждан, а также риска возникновения этих заболеваний. Жители страны будут проходить комплексное медицинское обследование, которое начнут с заполнения анкеты у участкового терапевта. Вопросы уже составлены, они будут едиными для всех россиян. По результатам анкетирования, а также после осмотра врача, станет известно, на что пациенту стоит обратить особое внимание. Для удобства Минздрав разделил население на полувозрастные группы. Проходить диспансеризацию жителей страны в целом и города в частности будут один раз в три года. Так, впервые диспансеризацию в обязательном порядке нужно будет пройти в 21 год. Последний раз в 99. В ноябрьске пока есть только один такой долгожитель. Добиться того, чтобы таких людей стало гораздо больше, и есть основная задача программы диспансеризации. Раз в три года каждый человек будет проходить эту диспансеризацию. То есть в этом году мы приглашаем тех, кому исполняется определенный возраст, то есть это вот длинная табличка, вплоть до 99 лет, да. На следующий год мы будем приглашать те же возраста, но это уже будут другие люди. Ну и, соответственно, раз в три года человек вот в эту вот карусель будет попадать. Ноябрьский психоневрологический диспансер будет работать со своими пациентами по новой методике. В учреждении планируется ввести в работу новый аппарат для проведения электросудорожной терапии. Он будет применяться для лечения тяжелобольных жителей города, страдающих психическими заболеваниями, депрессией, манией и психозом. Таковых в ноябрьском ПНД порядка 50 человек. Новая техника позволяет через мозг пациента под наркозом пропускать электрический ток. Терапию будут проводить только с согласия человека, если, конечно, он способен принять самостоятельное решение. В противном случае выбор за него сделает врачебная комиссия. Однако, чтобы работать с пациентами по новой методике, специальное обучение пройдут и сами врачи. В сентябре специалисты отправятся в Москву на двухнедельный курс. А аппарат заработает уже в октябре. По сути дела у пациента в наркозном состоянии вызывается лечебный электрошоковый, электрический приступ небольшой, который стимулирует гипофиз, выделяется определенные вещества, определенные гормоны, которые улучшают работу головного мозга. Если честно, востребованность в данной области терапии в нашей стране есть особенно. Очень много у нас людей, которым наши лекарства уже не помогают или помогают в малой степени, а высокие дозировки вызывают нарушение работы других органов. Поэтому какой-то альтернативный метод, который может сдвинуть лечение с мертвой точки, просто необходим. Центральная городская больница ждет поступления нового оборудования. За счет средств окружного бюджета приобретен логотерапевтический комплекс БОС. Он предназначен для профилактики и коррекции нарушений речи. В диагностическое отделение куплен импортный аппарат УЗИ. По программе модернизация здравоохранения будет получен тромбоэластограф МедНорд, который позволяет работать с цельной кровью без использования реагентов и реактивов. Также благодаря окружной программе в учреждение поступит инкубатор интенсивной терапии для новорожденных. Новое оборудование врачи Ноябрьска ждут уже на следующей неделе. Долгожданная новость для хозяев собак, кошек и прочих питомцев. В городскую ветеринарную станцию на днях привезли аппарат УЗИ. Правда, работать он начнет не раньше середины сентября. Пока оборудование будут устанавливать и настраивать. К тому же именно в сентябре из отпуска вернется сотрудник станции, прошедшее обучение для работы на этом аппарате. Как нам удалось узнать, аппарат иностранного производства, хороший и дорогой, и, как сказали на станции, экспертного уровня. В Ноябрьск, к слову, доставлялся напрямую с Голландии. Благодаря ему в городской ветеринарии четверолапом смогут проводить не только ультразвуковые исследования, но и электрокардиографию. И в заключении любопытная информация. Ноябрьск пополнил черный список известного дизайнера Артемия Лебедева. Он составил перечень городов-нарушителей авторского права. На своей странице в ЖЖ популярный блогер опубликовал целую статью, посвященную своей работе. Напомню, одним из последних дизайнерских шедевров Лебедева стал знак, с которым все фотографируются. Официально такие таблички установлены в 32 городах России. В нашем же городе необычная табличка появилась рядом с автосервисом. Как сообщили новостям нашего города, по телефону специалисты студии Артемия Лебедева, на ее установку не было получено официального разрешения. Правда, уточнили, что такая заявка от Ноябрьска пару лет назад все-таки поступала. Однако впоследствии заказчик и исполнитель разошлись во взглядах и сотрудничество прекратили. В общем, незаконный знак, с которым все фотографируются, в Ноябрьске простоял всего месяц. Правда, сегодня мы обнаружили, что он куда-то бесследно исчез. Мы его убрали и не хотим вообще приобщаться к такому делу, если бы заработок делали. Мы думали, что делаем хорошее что-то для горожан, для всех. Теперь нам придется тогда просто придумать своей командой что-нибудь свое, чтобы даже перепнуть этот знак. Мы сделаем что-нибудь свое, хорошее в ближайшее время. Хотим все равно украсить свою территорию. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 27 июля в Салехарде ясно. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура плюс 26 градусов. Муравленка слабая облачность. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура 29 градусов тепла. В Неверске переменная облачность. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 28 градусов.